Азербайджанцам, армянам в эти дни эскалации и сказать, что я надеюсь, что эти жертвы были не напрасны. То теперь я хочу поздравить два народа, как это непарадоксально звучит, с возможностью строить нормальное мирное будущее. То, что Карабахский гниющий нарыв, который не позволял 30 лет с лишним, несмотря на операцию 20-го года проведенную, нормально строить будущее. То, что он отвлекал туда усилия человеческие жизни, судьбы, переводил внимание людей, был инструментом спекуляции со стороны разного рода националистов, радикалов и вообще тех, кто любит спекулировать, армянской в основном стороны. Это, безусловно, так. Я считаю, что когда удаляется, знаете, как из мозга человека удаляется такая проблемная опухоль, то у человека есть возможность дальше жить и развиваться. Я лично полагаю, что иллюзия, которую когда-то поселил Михаил Горбачев и Андрей Сахаров своими неразумными действиями, вторгшись в регион Южного Кавказа и обещаниями, которые с таким трудом рисовались по кровавым картам начала 20-го века Сталином, Ататюрком, армянскими деятелями той эпохи, другими великими державами. Тут как бы решили, давайте все решим легко. Азербайджанцев переселим из Армении или дадим им автономию в Армении, а армянам автономию в Азербайджане. И все это привело к тому, что свыше 30 лет сотни тысяч людей были лишены Родины, войны, война прошлась по их судьбам. И сейчас есть шанс это все закончить. Поэтому, скорбя по погибшим за эти годы, я могу сказать, что этот шанс упустить просто никак не возможно. Поэтому я призываю, я понимаю, как сейчас кипят сердца и кипят страсти. У азербайджанцев, безусловно, это день радости и праздника, когда вся территория Азербайджана освобождена. Ну, еще до конца не вся, но, по крайней мере, есть соглашения, о котором военные формирования армянские будут выведены с территории Карабаха. У армян, у многих, не у всех, кстати, тут пишут в чат совершенно разумные люди, что Россия ни в чем не виновата, не надо обвинять Россию и так далее. Но у армян как бы есть ощущение горя. Я когда спрашиваю, вот, допустим, у меня есть знакомые там армяне, даже друзья в Москве. А что вы так скорбите по Карабаху? Что вам этот вот Карабах или Арцах, как вы называете? Что вы никогда там не были? Вы, это, говорят, древняя армянская земля. Ну, хорошо, если она будет в составе другого государства, она что, перестанет быть древней армянской землей? Вот у вас есть древняя армянская земля, там, не знаю, на которой жили армяне, согласно Страбону, там, в окрестностях Трабзона, в окрестностях Эдессы, да, там, на севере Сирии. Там армяне вообще живут тысячелетиями, там же нет государства Армения, там нет никакого армянского политического государства. Почему именно здесь вы не хотите идти по пути завоевания прав, там, взаимодействия? Почему вы здесь хотите идти крайне неудачно? Идти тем более, потому что проигравший плачет. Вот эта вот древняя римская логика, она нам наглядно была явлена в эти дни. Болтали, разговаривали много, грозились и хвастались много, но проиграли. Проиграли, причем проиграли достаточно с треском проиграли. Проиграли и в военном смысле, и проиграли и в политическом смысле, потому что не смогли обеспечить себе такой фронт союзников, который бы отстаивал их интересы. А с другой стороны, почему, собственно говоря, все государства и весь мир вокруг Армении должны за армян постоянно переживать и как бы за них, вокруг них ломать руки? Потому что нас всех шантажируют, нас, например, русских, там, древниц, там, судьбы. Вот у нас такая логика, даже Мария Захарова выступает, говорит, многострадальный армянский народ, а русский народ немногострадальный, а азербайджанский народ немногострадальный, а грузинский народ, лишенный родины сотни тысяч грузин, немногострадальный, а турецкий народ немногострадальный, который вообще хотели стереть с лица земли, уже почти разделили Османскую империю, Турцию, там даже места для турок не оставляли. Все должно было быть распределено между державами Антанты, если бы Кемаль тогда не поднял восстание, понимаете, и не уперся. Что вообще за формула речи? Многострадальник. Многострадальный народ. Вот русские мы потеряли во время Великой Отечественной войны 18 миллионов. Но в голову не придет никому сказать многострадальный русский народ. Мы потеряли от нашествия нацистов, от геноцида, от истребления. Я сейчас читаю книгу одного английского историка, основанную на письмах немецких солдат с Восточного фронта. Описывают ужас. Это невыдуманные истории. Немцы сами, католики, протестанты, с ума сходили. Они не верили, что они способны делать то, что они делали. Но русских никто не называет и никто не говорит такую формулу речи. Многострадальный русский народ, как известно, что вообще Мария Захарова? Это официальная позиция российского МИДа, что ли? Есть армяне многострадальные, азербайджанцы, которых изгоняли из их родины, из Ангелана, из Карабаха, из Армении, откуда было известно почти 350 или 400 тысяч азербайджанцев по разным оценкам в середине 80-х годов. Это типа малострадальный народ. Надо вообще оставить всю эту ерунду. Я лично верю, что среди армян и среди азербайджанцев есть немало спокойных людей, разумных и внятных, которые, а, в первую очередь, не будут зарабатывать на конфликте, спекулировать им и продавать свою эмоцию по поводу этого конфликта. На запад или на восток, на север или на юг, бегая, где бы их пожалели и дали им что-то там, статус либо деньги. В Москве, в Нью-Йорке, в Париже или в Анкаре или где-то еще. Нормальные, спокойные люди, которые просто смогут сесть и подумать и осознать, а какие есть интересы у наших народов. Поэтому сейчас я буду говорить не о том, что случилось. Война уже заканчивается. Да, там еще и стреляют сегодня миротворцы российские. То ли погибли, то ли не погибли. Мы до конца не понимаем. Но думать надо уже о будущем. О том, как строить то, что неизбежно пришло в нашу жизнь. В нашу жизнь пришло то, о чем я всегда говорил, как о единственной возможности нормального диалога между Арменией и Азербайджаном. Между армянами и азербайджанцами. Азербайджан восстанавливает, еще не до конца восстановила, но восстанавливает неуклонно, судя по выступлению Ильхама Алиева, суверенитет, контроль над каждым миллиметром своей территории. Дальше давайте рассуждать. Дальше речь идет о возможностях автономии от армяне. А армяне, да, сейчас люди в ужасе бегут, там видно ужасные видео. Но они не ужасные, потому что никто их не трогает, не убивают. Это, знаете ли, не албанцы, которых я видел, как убивали в 99-м году, и не сербы, которых убивали в том же 99-м году. Я видел и тех, и других, мертвых и так далее. Ничего такого, слава богу, нет. Никаких этнических чисток нету, никакого геноцида нет. Есть позиция руководства Азербайджана, есть позиция руководства России, следит. Есть миротворцы, в конце концов, российские, которые, как говорят, погибли уже сейчас. Значит, там проезжая мимо армянского села какого-то, там работают российские и азербайджанские следователи, расследуя причины гибели миротворцев. Пока об этом как-то информация ушла вся полностью. Ну вот, давайте думать о том, что будет дальше. Вот закончились эти боевые действия. Вот паника пройдет, да, и какая-то значительная часть армянского населения, десятки тысяч, вернется в свои дома. Поспрашивает, а что, а нас будут трогать, ограбить будут, не будут, а будут там еще чего-то делать с нами плохое, или не будут делать еще чего-то плохого с нами. Когда поймут, что слова Алиева, это слова, которые будут выполняться, что никто трогать не будет, вернутся, дальше начнутся проблемы. Почему? Какие проблемы? Какая-то часть армянских националистов совершенно не захочет создавать прецедент, при котором значительная группа армянского населения вдруг начнет себя комфортно чувствовать в турском окружении, которых среди тюрок, ну там в Азербайджане не только тюрки живут, там живут еще другие народы, талыши, народы иранской такой, значит, группы языка, там евреи, таты, лизгины, аварцы, русские, не знаю, курды и так далее. Но, так сказать, вдруг они себя комфортно начнут чувствовать и, не дай бог, начнут себя жить еще, не дай бог, с точки зрения тех армянских националистов лучше, чем армяне, живущие в Армении. Не исключаю такой вариант, не исключаю такой вариант, что для тех армян, которые захотят жить в Азербайджане, правительство Азербайджана будет восстанавливать дома или строить дома, помогать создавать инфраструктуру и так далее, и так далее, и так далее. Возникают вот совершенно ясные вопросы, которые надо обсуждать и решать, и надеюсь, что их будут решать и обсуждать там вот те представители, которые соберутся, без пафоса и без экзальтации. Вот что мне в голову приходит? Я не специалист по языкам, я не владею ни армянским, ни азербайджанским языком, там какие-то слова, естественно, знаю, знаю какие-то обороты вежливые. Ну, допустим, я уверен, что подавляющее большинство армян, если не все, те, кто живет в Карабахе, пишут армянским шрифтом и учат в школе своих детей на армянском языке не на латинице и не на русском, а именно на древнем армянском алфавите, который является, даже в Советском Союзе был основой языка, его презентации в Армении. Несколько республик, которым было разрешено пользоваться не кириллицей, это была Грузия, это была Армения, это были страны Прибалтики, значит, Эстония, Латвия и Литва. Все остальные, включая тюркские государства в Средней Азии, писали на кириллице, да? Ну, вот армяне на этом, значит, алфавит, который был создан там легендарным масштодцем еще там, бог знает когда. Вот они будут иметь такую возможность в Азербайджане продолжать пользоваться этим алфавитом, учить своих детей на этом алфавите? Как будет проверить адаптацию в азербайджанское пространство? Ведь надо будет так или иначе там ездить на рынке, если это граждане Азербайджана, они будут, да? Значит, надо будет учиться в Баку, ну, кто-то захочет учиться в Баку. Конечно, возможно, эти вопросы все будут легко решаться, да? И, возможно, тут, как говорится, будут созданы прецеденты. Но, насколько я знаю, Азербайджан, вот там, допустим, есть достаточно большие группы, гораздо большие по численности, чем армяне. Допустим, Тылыши, Лимкаранский район, значит, там юг Азербайджана. Или северы, значит, аварцы и лесгины. Или те же самые таты, да? Если, допустим, преференции какие-то образовательные, культурные будут созданы армянам, у них будет создана там целая автономия, вокруг которой будет дикий суетеж, будет бегать там в ЮНЕСКО, в ООН, в Париже, в Нью-Йорке, там, везде, в Москве, там, как там армяне поживают в Карабахе, а как там армяне поживают? То, естественно, у остальных народов тоже возникнет вопрос, а почему к армянам такое внимание, а про наши судьбы кто-то озаботится там, а нам позволят там, допустим, писать там на своем языке и изучать свой язык? Я лично уверен, что азербайджанское руководство позволит, потому что со времен, когда народный фронт Азербайджана приходил с таким национализмом достаточно жестким, радикальным, много воды утекло. Я знаю многих лидеров, там, Лизгинского, допустим, всякого движения, которые приходят теперь на приемы в азербайджанское посольство и вполне восстановили свое отношение, значит, с азербайджанскими государствами, хотя там еще лет 10-15 назад об этом даже подумать было невозможно. То есть, как говорится, процесс идет, но этот процесс будет предельно непростой, предельно непростой, но крайне интересный, потому что здесь придется решать несколько вопросов. Последствия войны, все-таки мужчины убивали друг друга, гибли мирные жители в ходе боевых действий, да, были изгнанники, которые будут возвращаться там в свои дома в обе страны. Значит, последствия войны, дальше культурная адаптация, религиозная адаптация. Если, вот, допустим, государство суверенно Азербайджан, там есть, значит, армянские церкви, есть армянский епископ, там, в Степанакерте, как его называют армяне, Ханкиндика будут настаивать, естественно, азербайджанцы, да, чтобы так называли Степанакерты. Вот этот епископ, он, допустим, в Баку будет иметь кафедру, будет восстановлена в Баку армянская церковь, или это несвязанные процессы? Я просто задаю вопросы, потому что это, на самом деле, крайне интересно. Я лично, как человек, который много лет занимается Кавказом, за Кавказем, считаю, что есть люди, которые могли бы помочь в этих вопросах, абсолютно, как бы, исходя из глубокой симпатии к азербайджанскому народу, к армянскому народу, найти взаимопонимание между ними. Это задача крайне важная и крайне интересная. Тут мы переходим к причинам произошедшего. Да, Ливан Первели подробно изложил вчера свою версию, и достаточно много людей посмотрело наш вчерашний экстренный выпуск, который в три часа дня вышел. Я считаю, мы абсолютно правильно это сделали, потому что мы, пожалуй, были единственными, кто задал такой сразу дискурс независимый. Потому что ни Ливан, ни Ям, мы независимы от каких-то методичек, нам никто не спускает никаких распоряжений, как нам говорить, ниоткуда, понимаете. И мы просто, исходя из своих представлений о жизни и своего отношения к жизни, уважения к людям, симпатии и антипатии, высказываемся. Он вот сказал, что сложившаяся ситуация на Кавказе, я так кратко излагаю еще раз его позицию, когда Запад решил провести переворот в Грузии, о чем госбезопасность Грузии заявила в октябре. Это очень серьезное заявление на самом деле. И несмотря на то, что Ливан потрунивает, как грузин, что вот, мол, вы заявляете, а ничего не делаете. Никто не арестован там, никто не задержан. Что, какой смысл просто воздух сотрясать? Ну, это как внутри грузинских вопросов, которые, вот, как говорится, пусть Ливан разбирается. Переворот там. Здесь, значит, Пашинян проводит совместное учение с США и хочет выйти из АДКБ. В ситуации войны жена премьер-министра Армении демонстрирует однозначную симпатию к украинской стороне, с которой Россия находится, как сказал Путин, в состоянии военного конфликта с соседним государством, да, Украина. И сложилась такая уникальная ситуация, когда, как мы уже давно говорили, возникло и две как бы группы мировых элит, которые претендуют на контроль над Кавказом. Это соседние три государства, Россия, Турция и Иран, между которыми есть нерешенные какие-то вопросы и так далее, там еще что-то. Кто-то имеет лучшее отношение там с Азербайджаном, как Турцией, кто-то, как Россия, там, с Арменией, там, будет продолжать иметь. Я уверен, что, несмотря на оскорбления президента России, которые звучат в Вереване на площади, я думаю, это достаточно небольшие и маргинальные группы, я даже уверен просто в этом. Там Грузия, в которой там очень большая грузинская, значит, диаспора в России, и Турция очень тесно связана с Грузией, естественно. Ну и много чего другого. Россия, Турция и Иран имеют внятный интерес на Кавказе, и этот интерес, несмотря на отдельные какие-то нюансы отношений между ними, в том, чтобы Кавказ был мирный, там не было никаких вопросов. Любые конфликты внутри Кавказа позволяют туда сразу же залезать большим игрокам. Европейскому Союзу, США, Великобритания, она действует умнее, она действует через элиты правящие, а не напрямую. Ну, так иначе, Запад, США и Европейский Союз, которые конкурируют между собой, значит, за лидерство и за такие куски пирога в мире Большого Запада. И поэтому Россия, воспользовавшись, на мой взгляд, ошибкой Пашиняна, будем считать это ошибкой, потому что расшифровать его действия до конца, честно говоря, трудновато, на что он рассчитывал. Вот Ливан меня уверяет, что просто ему дали такой приказ. Я скажу, ну, а если бы ему дали приказ из Вашингтона, там, залезть на табуретку, намылить петлю и повеситься, он тоже бы это сделал? Потому что его действия, они приводили к этому. Значит, какая-то должна быть логика, так как я не верю, что, например, министром уже достаточно давно существующего в политике человека может быть круглый идиот. Он совершенно не идиот, и у него есть абсолютная, как какая-то цель. Я вот его цель вижу, Пашиняна, только в одном – удержаться у власти в любой ситуации. Поэтому должен лавировать. И Ливан, собственно, называет его эквилибристом, который пытается лавировать. Между Западом, от которого зависит ООН, зависит значительная часть окружения, там, в силовых структурах. В Ереване, напомню, была самая большая офис резидентуры ЦРУ на Кавказе, понимаете, не знаю, как сейчас, еще несколько лет назад это было так, было больше, чем в Тбилиси. И в Баку там сидело сотрудников американских, которые следили за всей кавказской ситуацией. Именно Ереван был и в базах, да. Много чего другого. Как бы не может он, у него духа нет, сказать там «Запад, иди вон». Да он и не хочет, потому что он человек демократических, прозападных взглядов, очевидно, который считает, что европейская или американская демократия, представительская, является лучшим на земле формой политического устройства, что именно она должна быть в Армении. Понятная позиция, понятная позиция. Совершенно не собираюсь оскорблять Николу Пашиняна, как это делают многие. Но, с другой стороны, он прекрасно понимает, насколько Армения зависима от России. Он прекрасно понимает, что Россия может сделать так, что под ним земля будет гореть в Армении, что пока там американский или французский спецназ прилетит, его спасать. Или пока он там вооружит свое гражданское сопротивление, на улице Еревана могут выйти очень серьезные люди, которые... Хотя где эти серьезные люди? Почему они сейчас, допустим, не вышли, эти серьезные люди? А почему там только какие-то толпы каких-то психопатов, которые оскорбляют там... Я слушал сегодня, попивая чаек, знаете, вот так вот, выступления вчерашние, там, на митингах в Ереване. И только диву давался, скажу вам откровенно. Каким надо быть дебилами, чтобы вот так вот драть глотку, там говорят, «Путин такой-то, Лавров такой-то, давай, приди сюда, я твою маму, там, я твою семью, я всех моих, там, я тебе, я тебя, я тебя так, я тебя сяк». Я думаю, что вы глотки рвете-то, дебилы? Глотки просто дерете бессмысленно, как... Не хочу оскорблять женщин, женщины достойны, женщины имеют право на психическую повышенную реакцию. Но мужчины не имеют права так вопить и так стонать, как эти прямо на себе, там, а, там, что там, нас предали все, там, Россия, предали, там, предали, 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 о чем Россия обещала, собственно. Это вы сами придумали, что вы являетесь каким-то оплотом России на Кавказе? Вы думали это? Это вы в своей голове нарисовали эту картину? До революции Российская империя прессовала армян так, что в Турции армянам лучше жилось. Из Турции армяне перебежали, их насильно, фактически, Россия перевозила на Южный Кавказ только в моменты войн. Туда выделяя, как бы, отправляя мусульманское население, которое в основном населяло вот эти вот регионы, и Ривана в том числе. А сюда завозя оттуда, значит, христианское, то есть армянское население, фактически. А так, до младотурецких разных национистических экспериментов, фактически до 15-го года, армяне в Турции были членами Меджлица, как армяне, а не как абстрактные какие-то там еще кто-то. Имели свою конституцию, которая в 1863 году была султаном подписана. Да, потом там были времена реакции и так далее после Пазимата, но, в общем, ничего подобного в Российской империи не было. Армян, в общем, не разрешали практически церковь, прессовали, школы прессовали, книгоиздания. Какой оплот, с чего вы взяли, что это оплот когда-то был. Грузия была оплотом. Почти большая часть офицеров Кавказской армии, это были представители грузинской аристократии, грузинского дворянства. Грузины были интерпорированы в высшую военную знать Российской империи. Сказать как азербайджанцы. Напомню, что гвардейской конницей командовал хан Нахичеванский, например, который покрыл там себя славой в боях 14-го года в Восточной Пруссии под Гуменбеном. Он атаковал там в пешем строю, его кавалеристы атаковали какие-то там немецкие артиллерийские позиции. В общем, их вполне там успешно взяли. Говорят, что он был один из немногих, кто сохранил верность государю-императору, когда другие отреклись. Ни при каких армян я что-то там не слышал. Говорят, два генерала были или три генерала царских. Но грузин-то были сотни генералов. Сотни там были, понимаете. Азербайджанцев тоже, представители тюркской элиты были там очень много. Поэтому какой вековой оплот? Откуда вообще эта тема взялась? Откуда взялась эта версия? Вековым оплотом Россия на Кавказ зашла через Георовский трактат, через Грузию. Сразу там закрепившись в православной стране. Сразу там всех этих Додиани, Гигичкори, Абашидзе, князей, Амилахваре, включив как бы часть, бежали в Иран. Ушли туда, кто не захотел. Или в Османскую империю. Но значительная часть христианского, особенно этого аристократии, светлейших князей, они вошли и как бы были генералами там, какие-то майорами, полковниками, просто генералами там, багратионами всякими и все такое прочее. Поэтому сами себя убедили в мифологии. И эта мифология заставляет нас верить. Я читаю российские паблики, не могу просто своим глазам поверить. Какую только хрень историческую, значит, не пишут. Причем пишут люди, которые к армянству не имеют никакого отношения. Мои только единственные, как бы лучше, что, наверное, у них работодатели армяне. Вот Арам Ашодыч Габриилянов, человек, которого я очень уважаю лично, который является настоящим мужчиной, настоящим человеком, наверняка он меня проклянет Арам Ашодыч, потому что я поддерживаю Азербайджан. А может и не проклянет, кстати, я не знаю. Ну, в общем, он нормальный мужик, Арам, тут что говорить. Он, вот, наверное, все, кто работал с ним, как Пегов и так далее, все обожают армян. Понимаете? Поэтому все, не вдаваясь в детали, поддерживают эту версию, что это какая-то оплот России на Кавказе. Оплот не православной Грузии, а оплот, понимаете, который просто единоверцы грузин. Большая часть грузин. А вот армяне, у которых другая церковь, армяне сами говорят, мы не монофизиты. Шевченко, откуда ты выдумал, что мы монофизиты? Ну, ладно, допустим, Шевченко это выдумал. Шевченко, допустим, не знает, и вы не монофизиты, дорогие армяне. Хотя для меня абсолютно все равно. У меня есть друзья католики, протестанты, понимаете, баптисты, православные, мусульмане, евреи есть верующие, которые у меня очень хорошие дружеские отношения. Поэтому мне совершенно все равно, какой вы придерживаетесь версии Бога человечества Христа. Но с точки зрения православных грузинов, которые живут с вами на протяжении тысячелетий, вы не православные, дорогие армяне. Ладно, мы русские заблуждаемся. Ладно, мы не точно знаем армянский язык и не точно детали перевода. И с нами, как бы, армяне не так долго живут. Ну, там, 300 лет, например, с русскими. Когда Россия на Кавказ там зашла, стала контактировать. Там Екатерина, все дела вот эти. Но с грузинами-то вы живете столетиями, и, казалось бы, если какая-то ошибка, и армянские епископы на Халкидонский собор просто не успели приехать, и были объявлены неправильными монофизитами, а на самом деле, какими монофизитами не являются, а просто критиковали не история, что, на самом деле, соответствует логике исторической, да? То, казалось бы, грузины могли сказать, да, это так, но почему-то грузины именно этого и не говорят. Раз грузины православные говорят, нет, армяне монофизиты. Хорошие ребята. Я вас спрашиваю, а как у вас там с армянами в Тбилиси? Я говорю, отлично, у нас все прекрасно, нормально, наши тбилисские, там, грузинские армяне, вообще никаких проблем с ними нет, так далее. Но они, вот, мол, не православные монофизиты. К чему я-то говорю? Хватит мифы транслировать. Хватит этими мифами нас вовлекать в это пространство, в котором мы должны, мы, русские, должны решать вопросы других, исходя из мифологии, которые нам навязывают. Я, что это вообще за такое, понимаете, манипулятивное сознание? Нет. Мы будем реально, я надеюсь. Я, конечно, в это не очень верю, потому что я просто иногда слушаю власть имущих наших и понимаю, что в головах у них какая-то каша историческая, что им референты и советники, которые там вокруг них на цыпочках ходят, подсовывают просто какие-то невероятные исторические просто комиксы и анекдоты под видом истории. Поэтому я просто предлагаю перейти к реалполитик, возвращаясь к тому же Пашиняну. Пашинян. Пашинян боится Запада и не может пойти на конфликт с Западом. Боится России и не может пойти на конфликт с Россией. Он не хочет разорвать отношения с Ираном, как ни странно. Я лично не верю, что какой-то такой прямо либеральный демократ, который ради своей либеральной демократии готов кинуть в пропасть Армению. По крайней мере, его действия в отношении Карабаха очень рациональны. В Карабахе он фактически ликвидировал оппонировавшую ему и угрожавшую ему карабахскую группировку, которую он сверг и убрал от власти в Армении. Он лишил ее просто почвы под ногами. И он превратил карабахских политиков, карабахских армян, которые хотели влиять на Армению в людей без земли, без политического статуса. Он им сказал, говорят, пожалуйста, переезжайте в Армению, становитесь гражданами Армении. Они и так граждане Армении, на самом деле. Несмотря на то, что жили там в Ханкинде, понимаете, и в оккупированной Шоше. Но неважно. И там, как говорится, будем решать, голосуют. Но вот они переехали, например, но все равно Пашинян выигрывает. Значит, что-то есть такое важное, что-то значимое, что мы никак не можем уловить. Я лично думаю, что у него есть шанс пересидеть этот кризис, этот конфликт. Почему я так думаю? Меня вот тут сегодня спрашивали, а почему вот ты думаешь, Пашиняна теперь все, Россия его уберет. Я вам так скажу, если бы Россия хотела убрать Пашиняна, она давно бы убрала Пашиняна. Давно бы убрала Пашиняна. Россия не Пашиняна является проблемой. Для России является проблемой инструменты влияния геополитических врагов, которым сегодня относятся, к сожалению, надеюсь, когда-нибудь это кончится, Европа, Франция, которая вступает от имени Европы, Европейский Союз и во многом США. Вот инструменты их влияют. Ну что такое инструмент влияния? Давайте разберем. Инструмент влияния – это то, что является сильным продолжением руки. Инструмент внятный. Но если вот в руке находится некая колеблющаяся шпага непонятная, является ли она инструментом влияния? Я, например, не считаю, что Пашиняна является инструментом влияния. Я считаю, что Пашиняна является фигурой нестабильности, своего рода триггера. Как ни странно, Москве очень выгодно иметь в Вереване такую фигуру нестабильности, такого триггера. Это, возможно, моя точка зрения, с которой не согласятся ни Рита Симонян, ни Константин Затулин, ни многие-многие другие российские лоббисты армянских интересов, которые как бы делают ставку на то, что вот сейчас его уберут, сейчас его уберут. Варданян, наверное. Кстати, Рубен Карленович может и согласиться. Он человек неглупый, очень даже неглупый. Поэтому он, я думаю, это прекрасно понимает, логику, которую я говорю. Почему вот Россия, допустим, убирает Пашиняна и ставит какого-то своего человека. Даже того же самого Варданяна, который максимально близок к Кремлю и который максимально потенциально... Он ереванец, учился в лучшей элитной ереванской школе. Золотой, значит, потом закончил экономический факультет МГУ. То есть, ну, такой прекрасный интеллектуал, вундеркинд, пришедший из Советской Армении, столичный такой. Пашинян из Иждевана, значит, это достаточно провинциальное такое место, который филолог-журналист, да, не экономист по-своему. Но почему Варданян никак не может зайти в Армению? Вот интересный же вопрос, правда? Наверное, на него сами армяне ответили. Я в пабликах, где там меня ругают и поливают грязью, вычитываю для себя очень важную информацию про это. Что на самом деле он не пользуется там, не пользуется большой популярностью. То ли потому, что его забыли, он так давно работал в Москве, там тройка диалогов, ну бы что другое. И как бы Армения, поколение, которое выросло в Армении, не ощущало его как своего. Вот много ли там армян живет по свету, понимаете? Вот они Симония Анрику не ощущают своей. Она очень старается там, в телеграм-канале на армянском языке пишет там, пишет рассказы про бабушку, которая из Трабзона там через Турцию, значит, попала в Крым там уже в 20-е годы, когда-то куда-то там ее нашли после геноцида. Рассказывает там, все говорит на армянском языке, а ее не считают они почему-то. Говорят, нет, ты крымская, говорят, ты не настоящая. Есть такое, я сталкивался с таким высокомерием в армянской среде. Вот Варданян, он же настоящий, он же ереванский. Почему они его не считают? Интересно, да? А Пашинян пользуется там вложением. Вот он слабая фигура, Пашинян, слабая фигура. Я не вижу у него перспектив для усиления, потому что, безусловно, даже выборы мэра Еревана показали, что он не на 100% контролирует ситуацию. Что Россия есть политтехнологические средства через огромные институты армянского лоббизма, не грубые, там, с помощью митингов, демонстраций. Этого как раз Пашинян не очень боится, это я прекрасно вижу. А вот именно политическими методами, серьезным, спокойным таким разговором, слабая фигура в Армении очень даже нужна. Такая фигура, которой никто не доверяет до конца. Ни Запад не доверяет до конца, ни Москва не доверяет до конца, ни Тегеран не доверяет до конца. Идеальная фигура для всех. Идеальная фигура для Эрдогана, идеальная фигура для Ильхама Алиева, для Владимира Путина. Для Запада, наверное, нет. Они хотели бы кого-то более твердого, более уверенного. Но как же удобно представлять перед Западом Пашиняна, как носителя таких западных ценностей, демократических ценностей. Носитель этих ценностей. А на самом деле, ну, что он для Запада-то делает? Ну, учения провел какие-то там. Ну, а на что эти учения влияют? Да, они как бы публично. Ба, там, учения с нами, там, ужас. И у нас тут все пишут там, понимаете, судя по фамилиям русские, ну, очевидно, работавшие всю жизнь у армян. Или под руководством армян. Или жены у них армянки. Или они дружат. Потому что они прямо все пишут. Все, Россия потеряла Армению. Политика России привела к тому, что единственный оплот на Кавказе потерян навсегда. Да, да с чего вы это взяли вообще? С чего вы это взяли? Кто вам это сказал, эту чушь? Во-первых, честно скажу, что Армения – это периферия современной кавказской политики. Вот Карабах, Ханкинди, гораздо важнее стратегически, чем Ереван и даже Гюмри. База России в Гюмри не так существенна. Вообще, может быть, даже несущественна. Со стратегической точки зрения. Потому что она… Ну, как бы с Турцией проблем нету. С Ираном проблем нету. Вон Шойгу в Иран сейчас летал. Главное – не допустить западных разного рода наблюдателей и миротворцев. Поэтому так быстро был ликвидирован этот Карабахский нарыв. До пребывания в стратегической точке, каким является, допустим, Степанакерт или Ханкинди. Ханкинди – это официальное название азербайджанской страны – Ханкинди. Почему? Потому что там много чего. Там близко и коммуникации нефтегазовые азербайджанские. И, в общем, много чего там есть такого важного и интересного. Плюс к этому еще есть вопрос Зангидура, который остается. И еще не успели остыть стволы пушек. Как уже мы слышим со стороны турецких партнеров, так назовем там слова. А мы вот требуем, чтобы договор 20-го года о Зангидурском коридоре был исполнен. Чтобы Зангидурский коридор был. И уже, значит, рисуют Зангидурский коридор, идущий вдоль Аракса, вдоль иранской границы. Иран, Шойгу же недаром бы Иран летал на фоне всего этого. Иран хочет гарантии. Он хочет, чтобы сказать, что этот коридор не отрежет его Иран от движения через Армению на север, к выходу туда. Поэтому моя версия такая, что Пашинян усидит и устоит. Я более того уверен, что Москва не хочет Пашиняна убирать совсем. Лучше иметь слабого, слабого как бы оппонента, чем нести полное ответственность за ситуацию. Поставишь туда своего. И потом разбирайся с этим кипящим армянским Майданом, условно говоря. Туда голова больная. Отвлекайся на это. У тебя там на Украине не весь что происходит. Еще на это надо отвлекаться. Поэтому пусть лучше они там сами все это разрешают. Сами там. Лучше, чтобы Пашинян был. И вот там какая-то часть будет кричать «Долой Пашиняна!». Какая-то часть будет кричать «Да здравствуй Пашиняна!». Какая-то будет часть России ругать. Какая-то часть будет Россию хвалить и призывать ее прийти в Россию. Какая-то часть... Ну зачем России в это вылезать? Не надо. Пусть там будет вот такая фигура очень колеблющаяся. Идеально. И Запад. Ну хоть они миллион там форумов Сороса, фондов Сороса там и форумов гражданской и какого-нибудь согласия проведут с Пашиняном. Это ни на что не влияет вообще. Ключевая страна, как правильно говорит Ливан, остается Грузия. Если в Грузии будет переворот, если американцы в Грузии придут и нейтралитет в Грузии исчезнет, то тогда, конечно, Армения приобретет иной статус. И это гораздо важнее, гораздо важнее, чем отвлекать внимание сейчас на Армению. Перейдем к другим новостям. У Зеленского дела не очень хороши, потому что как иначе воспринять и заявление Дуды, первым министром Польши, и заявление польских депутатов о том, что Украина должна 101 миллиард евро Польши, и вообще очень высокомерный том, с которым заговорили поляки с Украиной. Казалось бы, поляки, которые поддерживали Украину. Но на самом деле это выражает подлинное отношение их. Не к украинцам, наверное, которым все-таки поляки, я думаю, сочувствуют, а к власти Зеленский потерял Польшу, является главным представителем, по крайней мере, Запада, США и Великобритании, англосаксов, так назовем это, как Фурсов говорит, в Восточной Европе. Недаром Байден, когда там встречался со своими вассалами Восточной Европы, прилетал именно в Варшаву, даже Санду туда прибегал, и там стояла Санду. Стояла там в первых рядах с видом такой отличницы, которая пожирает глазами любимого профессора. Ну, Зеленского, по-видимому, будут сливать, будут убирать. Его выступление в ООН, я думаю, ему, американцы его, не консультировали его. Он выступил и потребовал, фактически он объявил о войне на долгие-долгие-долгие времена. И флот российский должен уйти из Севастополя, и из Крыма. И, в общем, Россия должна полностью уйти со всех-со всех. И вот до исполнения этих целей, судя по его выступлению в ООН, он готов воевать. Ну, он может и готов воевать, но готовы ли на такие длительные цели, на такую эскалацию отношений с Россией, американцы, например, готовы ли европейцы, совершенно не факт. Одно дело, это поддержать какой-то такой удар по России, который нанесут там ВСУ, в ходе которого Россия, там, скрипя зубами, будет вынуждена пойти на какие-нибудь Минские или Нормандские соглашения. А совсем другой вариант, это когда тебе приезжает Зеленский, в форме хаки, изображая из себя Чи Гевару без бороды, и говорит о том, что мы будем воевать вот до тех пор, пока вот это все не решим, и примерно его спрашивают, а сколько времени вы будете воевать? Он говорит, ну, долго, пока все не освободим. Долго думают на Западе, которые считают бабки. Значит, уже 101 миллиард, Польша считает, Украина должна полякам. Уже передали там тоже порядка 100 с лишним миллиардов из Америки. Уже Европа там выскребает десятки миллиардов и так далее. То есть еще надо, что ли, 200, 300, 400 миллиардов на эту войну, пока вы не решите свои задачи, которые вы не можете решить сейчас, как говорится, кладя там в кровавый чернозем огромные массы людей. Я думаю, что уступление Зеленскому было воспринято его западными партнерами с неким таким, ну, конечно, внешне на лицах было внимание, но так было, наверное, такое недоумение, я бы так сказал. Недоумение. Потому что конструктивным его назвать трудно. Нет, я понимаю прекрасно там решимость, но он решил выступить в том же стиле, в каком он выступал последние, не знаю, полтора года. Но ситуация изменилась, понимаете. Бухгалтерия и бюджет не собираются утверждать. Как в анекдоте с Дмитрием, помните, я вам рассказывал там анекдот про то, как в советское время в службе внешней разведки молодой сотрудник танцевал с дочерью начальника главка на балу, посвященном 7 ноября, например. И на следующий день, ну, ей понравилось там, ей все, там у них роман. Его вызывают к начальству, говорят, вот у вас командировка в Париж. Ваша легенда, вы французский аристократ, там, происходите из династии аристократов. У вас неограниченный счет в банке, там, яхта в Пиарице, дом в Ницце. Ваша задача, там, адаптация в среде парижской аристократии. Срок консервации 25 лет. Он счастливый, приходит домой, там, с близкими двумя друзьями, выпил нам. И в процессе выпивона назвал начальника главка старым идиотом. На следующий день его вызывают и говорят, вы знаете, не, командировка во Франции остается все правильно, но бухгалтерия бюджет не утвердила. Поэтому легенда меняется. Вы старый, одноногий пидораст. Живете под мостом, бомжуете. Ваша задача адаптации в среде парижских клошаров. А все остается по-прежнему. Срок адаптации 25 лет. Вот и тут то же самое. Как бы времена изменились, а то он его остался прежним. Бойна до победного конца. А Запад уже начал считать деньги. Уже там потери, думаю. Да, конечно, там все, там тираны и деспоты, как Анна Ленна Берброк сказала, там Берброк, значит. И Си Цзиньпин тиран кровавый, и все тираны кровавые. Но экономические связи никто не отменял. У Европейского студия с Китаем, там, понимаете, 15 процентов, там, или 30 даже процентов, по-моему, там, и так далее. В общем, много там чего, как говорится, можно потерять. И теряется. Поэтому, я думаю, здесь вот этот вопрос тоже. Еще я хотел затронуть вопрос Рамзана Кадырова, который, который тут обсуждали неделю. Ну, собственно говоря, наверное, даже его как-то неудобно здоровить. Рамзан уже показал, как он навещает своего дядю в ЦКБ, сидит, целует дяде руку, по-чеченски там говорит, Адам рядом с ним стоит, которого тоже уже хоронили несколько раз Делимханов. Лишний раз показывает этой ситуации с Кадыровым то, что не надо верить вбросам и страстям. И все началось. Вот мне позвонил вчера Таич, говорит, правда, говорит, умер. Говорит, что ты взял? И стал искать источник, негленно опубликовал Леонид у себя в своем паблике, там точно знаю, час назад скончался в ЦКБ. И, как видите, нет, не точно. Не точно. Поэтому я говорю, не нервничайте. Как говорится, не поддавайтесь на манипуляции, которые совершают неизвестно кто, тем более с вашими мозгами и с вашей душой. Не позволяйте себя втягивать в чужие истории. Старайтесь сами создавать свою историю, с которой вы двигаетесь по жизни. Историю личную, историю семьи, историю народа, понимаете, мечту, как бы свою формализовать, личную или коллективную мечту. Не втягивайтесь, не становитесь инструментами, заложниками чужих психозов и чужих фобий. Поэтому, возвращаясь к началу, я, еще раз говорю, всячески приветствую возможность мирного диалога, мирного урегулирования между армянами и азербайджанцами. Да, будет сложно, да, ненависти накопилось много, да, оскорблений немало накопилось, но мне кажется, пора, пора идти к реальности, к реальности. народы не должны быть заложниками игр крупного капитала, которых сравнивают между собой. Ну, это, возможно, все утопия. Так, кто стоит за убийством миротворца? Откуда я знаю, кто стоит за убийством миротворца? Они, давайте посмотрим в телеграме, кто стоит за убийством миротворца? Может, уже там опубликовано в телеграме? А, там стычки в полиции протестующих у здания Карбина в Ереване. Пять бойцов уже, значит, погибли. Пять бойцов, защищая армянский народ. Почему они защищали армянский народ? Да, очень важный момент я забыл обсудить. Это Симонин пишет. Так, что они защищали армянский народ. А кто тогда их убил? Если их убили около армянского села, и российские следователи, которые там как-то удивительно оказались, сразу с российскими и азербайджанскими расследуют это убийство, как говорит Министерство иностранных дел. А я не вижу, куда-то это пропало. Защищали армянский народ, пишет Симонин, который сейчас из себя изображает какую-то главную страдалицу по карабалским армянам. Пять машин временно дислоцировано. Захарова пишет российский миротворческий контингент. Ильха Малиев. Не пишут. Вообще пропала информация о погибших бойцах, честно вам скажу. Я не вижу в этом во всем. А в Ереване какие там страсти кипят. Демонстрации возле посольства России. рвут паспорт. Там какой-то армянин паспорт порвал. Смехота. Давайте-ка сейчас я вам это покажу. Это вообще цирк. Так. Давайте. Опа. Цирк. Есть вот это. Давайте посмотрим. Раз. Смотрите. Видите? Вот паспорт рвет. Ну, просто вообще там страсти кипят. Да. Ну, прямо все упали. А тут, значит, тоже посольство поднял флаги Индии, Греции и ЕС. Вот вам блог, о котором Ливан давно говорил. Это ОС, да? Индия, которая оружие дала Греции. Слушайте, что это за такие люди? Я не говорю про армяна. Армяне древний культурный народ. Который, кто им сегодня дает, там, как говорится, с тем они и дружат. Удивительно. Правильно? Вот. Поэтому, значит, интересное кино, да, у нас. Так. Ну, ладно. Это мы... кто стоит за убийство миротворцев, понять невозможно совершенно. Расстреляли весь патруль, пишут. Весь патруль двухсотые. Кто расстрелял? Неизвестно. Может быть, тут в чате напишут. Там в чате мне писали, что это армянская... Почему вы считаете, что Карабах азербайджанский? Ну, потому что и Краснодарский край российский. Хотя в Краснодарском крае живут там огромное количество армян, но он российский, а Карабах азербайджанский. Над ним находится суверенитет Азербайджана. Не надо жить теорией, кто там теоретически, какие там страбоны, в чем писали. Я считаю Карабах азербайджанский, потому что Азербайджан восстановил свой суверенитет на территории Карабаха. Еще не до конца, но восстанавливал. Поэтому он азербайджанский. Так. Максим, вы были в Абхазии? Бывал, бывал, давно бывал. Еще в то время, когда еще до этого закона грузинского. Так. Максим Володин сообщил, Пашинян признал, да, Пашинян в Праге подписал соглашение о том, что Карабах это Азербайджан в границах. Естественно, что ему власть хочет... Максим, кто ответит за гибель наших ребят? Расследуют следователи российские и азербайджанские вместе. Максим, как думаете, какой сценарий развития событий в Карабахе выгоднее для России? Я думаю, что для России сейчас выгоднее было закрыть Карабахский конфликтный узел, чтобы в этот узел не влезли американцы или французы. Поэтому вот эта быстрая ликвидация Карабахского вот этого воспаленного места... Я думаю, что и элите Карабаха была поставлена из Москвы ультимативной форме. Я не знаю, естественно, я так предполагаю. Скажите, давайте, ребята, скорее принимайте азербайджанский ультиматум, потому что иначе мы вас подозрим, что вы хотите переметнуться там западу, допустим. Ладно, Пашинян, с Пашиняном мы разберемся, а вот с вами мы будем разбираться. Поэтому, когда они там покумекали, они поняли, что да, с ними, пожалуй, никто церемонится, как с Пашиняном не будет. Там, например, министров официальных нету. Понимаете, поэтому они взяли и приняли этот ультиматум. Мне кажется, что Ливан тут прав и что вот это все началось, потому что была информация, что еще вот немного и, допустим, российские миротворцы могут быть заменены там на французских или на американских. Причем, без ведома, Азербайджана даже. А это уже совсем другая история. Или еще там что-то. Так. Азербайджан разрушает армянские... Если вы знаете такую информацию, пожалуйста, сообщайте. Я не видел таких разрушенных. Видел в Шуше церковь, попавшие снаряды во время войны. Церковь стоит, ее охраняют азербайджанцы, армянскую церковь. Но я видел, разрушенные азербайджанские мечети и оскверненные азербайджанские кладбища с вывырученными могильными камнями, плитами, мечети, которые до фундамента были разорены. Видел, как в мечети, понимая, свинарники устраивали в мечетях специально. Вот это я видел. А как азербайджанцы в Карабахе как-то оскверняют армянские святыни, этого я не видел. Божья кара, Максим, ты слепо защищаешь Багитетхунту, Божья кара будет над ними. Ну, над всеми будет Божья кара, понимаете, никто не избегнет Божьей кары. Путин хотел Кочаряна в президентский пост о Армении. Это заблуждение. Хотел бы, Кочарян был бы в президентском посту в Армении. Я думаю, что Путин прекрасно понимает, что Кочарян не популярен в Армении. И еще раз говорю, я считаю, что для России, как ни странно, Пашинян выгоднее. Потому что Пашинян как бы превращает армянские без Карабаха сама по себе, а Армения достаточно маргинальная страна, не имеющая выхода к морю, не имеющая выхода ни на какие коммуникации. И скорее вот в этом формате Армения переводится, становится проблемой Ирана. Без Карабаха Россия вот этой нерешенной проблемы Карабаха из Ангелана оккупированных азербайджанских. Ну вот вам Армения, которая сама по себе существует между Грузией, Азербайджаном, Турцией и Ираном. Между ними так зажато таким куском. И в принципе на что она влияет? Никакие через нее не идут транспортные пути видные. Никакие нефти или газы проводы не ведут. Ну разве что она члена ДКБ через нее там растамаживают машины, так через Киргизию гораздо дешевле и гораздо эффективнее, говорят, чем через Армению. А в Европу летать гораздо дешевле, чем через Стамбул, говорят, армянскими авиалиния. Ну вряд ли это является стратегической какой-то целью. Я вам объясняю, что сама по себе Армения без Карабахского сопровождения, без Карабахского этого прицепа вообще никому не интересно, кроме самих армянских интеллигентов, живущих в Ереване. Я даже уверен, что Запад сократит свои помощь Армении. Единственное, чем она может быть интересна, это как стратегический платформ для удара по Ирану. Если гипотетически вдруг Запад захочет войну против Ирана, то Армения тогда не будет оккупировать. Но это уже российская тема, но не так, чтобы главная российская тема. Поэтому, друзья, в потере Карабаха вы как бы армяне выходите из главного мы мейнстрима, что ли, из главной мейнстримной повестки. Без Карабаха Армения это просто какая-то далекая страна на Кавказе, олигархи которой имеют в России достаточно серьезный финансовый вес. Но стратегическое значение Армении без Карабаха равно нулю для России, для Запада тоже. Поэтому и менять там кого-то специально. Зачем менять там Кочарян, Пашинян, тратить на это силы от времени, вот мне так кажется, она становится как глобальный проект, который всех пугал. Тут азербайджанцев пугал, тут живохетию, грузин пугал, там еще кого-то пугал, понимаете. Вроде как имел какое-то значение. Ну так, если гипотетически. А так все, конец этого мифа армянского. Вот она Армения, маленькая страна с микробюджетом. Нет, у России там есть, там атомная электростанция, которая находится под эгидой Росатома. Это интерес практически, да. Но тут, как говорится, совсем другие механизмы для этого задействия. Многожаев Максим пишет, РУФАТ, псих. Я с вами во многом согласен, жаль, вы неадекватны в отношении РФ и Украины. Как советские, вы должны быть объективны ко всем бывшим республикам, в том числе территориальной целостности. Я объективен ко всем бывшим республикам территориальной целостности, но я лично полагаю, что недопустимы этнические чистки, армяне проводили этнические чистки на азербайджанских территориях, изгная армян азербайджанс из территории Армении, из территории Азербайджана, которая была оккупирована в 92-м году. И поэтому этнические чистки это ужас. Что касается России и Украины, то это часть глобального мирового конфликта, очень большого и серьезного, в который у украинского государства был выбор. Был выбор идти, стать нейтральной страной между Востоком и Западом. Этот выбор им предоставлял Виктор Федорович Янукович. Своей попыткой удержаться в этом равновесии, беря денежки и у России 17 миллиардов в 2013 году, и у Запада, и у китайцев 130 миллиардов. В общем, это достаточно серьезный был шанс. Не захотели. Не захотели быть с Россией. Какая-то часть Украины захотела, какая-то не захотела. Захотели вот так. Поэтому это нету старого мира, его просто нету. Территориальной целостности никакой больше на самом деле нету. Все договоры надо перезаключать заново. Договор между Россией, Казахстаном, между Азербайджаном и Арменией. Армения и Азербайджан показывают пример. Если у них сейчас будет договор между собой, это будет договор о территориальной целостности. Бессмысленно апеллировать к тому, что было в 91-м году. Бессмысленно. Оскорбления, угрозы. Плевал я на эти оскорбления, на эти угрозы. Так, давайте я в конец чата сейчас промотаю. Промотаю в конец чата, промотаю в конец чата, промотаю в конец чата. Ой, как много смотрят людей. Спасибо вам за ваше ко мне доверие. Еще раз, я призываю азербайджанцев и армян отказаться от мифологического отношения друг к другу. И перейти к реальному, нормальному диалогу. Здесь, кстати, Россия может сыграть огромную роль. Потому что единственная страна, на территории которой есть огромные и очень влиятельные общины азербайджанцев и армян, самые большие, наверное, соблятельные, это Российская Федерация. И я бы сейчас на месте российских властей инициировал бы какой-то армяно-азербайджанский диалог в России. А то у нас как получается? Азербайджанцы ликуют и радуются, их понять можно. А армяне России пашиняно свергают в виртуальном пространстве, бессилии неком таком, понимаете? Их понять никак невозможно. А я обращаюсь к армянам России и к азербайджанцам России. Это миллионы людей, между прочим, которые имеют российские паспорта и которые любят Армению или Азербайджан. Вот вы между собой давайте диалог организовывайте. Чего вы не организовываете? Я знаю бизнесменов азербайджанцев и армян в России. Прекрасненько они работают друг с другом. Я знаю массу примеров, когда армяне идут защищать свои права к адвокату азербайджанцу. Кальману Пашаеву я, например, видел неоднократно, как к нему приходили влиятельные армяны защищаться. Почему вы идете к армянам? А, говорит, свои обманут, а тут, как говорится, мы точно знаем, что не обманут. Понимаете? Например, но мы ничего такого не видим. Мы ничего такого не видим. Мы не видим ничего такого. Мы не видим никаких разумных действий. Я обращаюсь и к российским властям, и к российским. Только не какие-то там абстрактные национально-культурные автономии. А серьезные люди должны садиться друг с другом. Серьезные. Серьезные люди. Варданяну бы не там надо прыгать по Карабаху, а в Москве сесть Рубен Карленовичу с серьезными азербайджанскими бизнесменами. И с ними публично подписать какой-то документ, соглашение о неперенесении розни на территории Российской Федерации, например. А предложить свои там услуги интеллектуальные и миротворческие для Баку, для Еревана, понимаете, для Ханкинди, Степанакерта, чтобы там помогать людям. Еще что-то адаптировать. Как вы хотите, чтобы это Россия делала? Так Россия это армяне и азербайджанцы тоже. Россия как будто Россия это только русские. Или там Шевченко Максим с украинской фамилией, с храклянской фамилией, он русский, да? Россия это миллионы азербайджанцев и миллионы армян, которые являются гражданами России и голосуют. Это бизнесмены, богатейшие азербайджанцы и армяне или азербайджанские евреи. Ну не знаю, бывают ли армянские евреи. Я не встречал, говорят, где-то кто-то видит. Вот, пожалуйста, чего вы ничего не делаете? Вы все бегаете и на Путина тыкаете. Или на Путина, либо на Шевченко, ты виноват во всем. Ты виноват, Шевченко. Ты, ты, ты такой, ты зло, Шевченко, ты главное зло армянского народа. Нет, ты Максим, ты Надежда Азербайджана. Ребята, а вы-то что? Скажите мне, я вам помогу. Я помогу вам сесть за стол, вы сами его накроете. И начнете разговор. Азербайджанцы и армяне, как нам сделать так, чтобы жить вместе? Без всяких этих самых... Без всяких этих... Без всяких этих, как говорится... Максим, хорошо отрабатываешь деньги Алиева, пишет мне. У вас тупая фантазия, Нонна Григоряна, тупая, тупая, тупые мозги. Вы все меряете на деньги. От вас только и слышно, вот от армянских хейтеров, я твою маму, я твою семью. Ты отрабатываешь деньги, ты ешь икру, как тебе нефть и доллары. Это значит, в вашем сознании это сидит. И вы так верите мир. Мне жаль вас, вы убогие люди. Вы не верите, что люди могут действовать исходя из убеждений. Вы считаете, что так, как вы сами продаетесь везде и всюду, очевидно, то вы считаете, что и остальные так. Ну, мне жаль, это, как говорится, удивительно. Так. Как вы считаете, армяне Карабаха без проблем приймут гражданство? Ну, я же говорил, проблемы будут, естественно. Будут проблемы, будут сложности. Ну, можно помогать, вот российские армяне, приедьте и помогите, в конце концов. Проблемы будут, люди будут бояться, люди будут не доверять, люди будут для людей, это будет горе. Люди испытывать будут стресс, там, многие, понимаете. Ну, им же надо помочь, помочь, помочь. И правильно было бы, чтобы вот Россия, вот почему Запад формирует миротворческие разные миссии, фонды, вот там, британский фонд, там, какой-то еще какие-то есть фонды, которые помогают адаптации. Что Россия мешает создать такой фонд из армян российских, которые приедут и сказать азербайджанцам, это армяне, которые родились у нас, там, в Ростове, в Краснодаре, в Пятигорске, которые, наверное, имеют какое-то мнение об этом, ну, в общем, это граждане России во многих поколениях, в Армагире. Вот им туда приехать, или московским армянам, у меня есть московские армяне, друзья, и помогать, помогать, если уж такая планита вышла, понимаете, адаптироваться в Азербайджан. А, вы их тоже будете, говорит Шани Алиевский, деньги отрабатывать, если они приедут и будут помогать реально армянам, вы хотите ненависти и крови, подонки вы после этого, подонки. Давайте, орите там в Ереване у полороссийского посольства, орите. Ваши крики уйдут просто в небытие, в никуда уйдут. Максим, Средней Азии что можно ожидать? Если Байден сейчас не помрет на Генеральной Ассамблее ООН, там пишут, что он еле, как говорится, как бы коней не двинул, как написали там в чате, то тогда, значит, можно ожидать, что американцы туда будут пытаться дестабилизировать. Очень жалко Карабахских армянам, пишут. Карабахских азербайджанцев вам не было? Жалко. В азербайджанском ресторане очень вкусно, очень вкусно, очень вкусно. Особенно я вам рекомендую габалинскую кухню. Просто пальчики обвижите, пальчики. Попробуйте. Такой долмы вы не ели никогда. Так, слишком много страданий на долю армян. Вот опять начинается какой-то миф. С чего вы взяли? А на долю русских меньше страданий? На долю турок меньше страданий? Потеря Карабаха – это что, страдания? Как вы можете сравнивать? 15-й год или 18-й год, когда людей резали и убивали реально с тем, что сейчас проходит в Крахе. Потеря Карабаха – это потеря мифа, который сами выдумали. А там совсем другая была история. Как вам не стыдно сравнивать эти вещи? Ай-яй-яй. Ну ладно, давайте, хватит уже это все обсуждать. Когда Максим соберет команду интеллектуалов в какую-то обществе. Да, чтобы нас всех потом арестовали, посадили и сроки дали. По нынешним временам, когда ты собираешь команду интеллектуалов, тебе сразу опер на тебя собирает еще одну папку с дополнительным делом. Где-то там. Поэтому нет, я никаких... Товарищ опер, капитаны, майоры, подполковники. Я никаких команд, интеллектуалов не собираюсь собирать. Если люди сами соберутся в рамках закона, естественно, я готов всегда подключиться. Так. Ну что, кто пишет? Давно вы не заканчивали стрим стихом. Какой вам стих? Мандельштама про Нагорный Карабах. Ой, что-то сейчас у меня как-то не до стихов. Песня, скажу. У меня у друга мама умерла. Вот он сегодня сказал мне. Ну не он там, я узнал просто. Не могу до него дозвониться, чтобы выразить самолет. Ну, короче, все. Давайте работать. Давайте находите общий язык. Я готов помогать. И, в общем, кто миротворцев обстрелял, мы не знаем. Я вот давайте завершу на этом. Я не вижу просто нигде. Нигде не вижу, кто обстрелял миротворцев. Исчезло просто из новостных лент про обстрелы миротворцев. Просто исчезло. В заявлении Министерства обороны было, следователи работают, и все. Ничего нет. И ничего нету. Нету ничего. Вот я читаю просто. В Ереване начались у здания правительства столкновения. Начались столкновения между полицией и протестующими. У здания правительства начались. Прямо вот они начались. Столкновения. Смотрите. Между полицией и протестующими. вот там столкновение ну это раз столкновение столкновение мы в Грузии видели это крики какие-то просто крики ну все до свидания друзья по первому каналу сказали я не знаю сказали кто по первому каналу я не вижу просто в телеграммах я не вижу в телеграммах очевидно думают кого обвинить Маргарита Симоньян написала вот она пожалуйста Маргарита Симонова пожалуйста вот она написала что значит сейчас вечно